Наиболее сильным эмоциональным воздействием на противника, в отличие от других тактических приемов, является жертва шашки. Поэтому применение даже временной жертвы, возможно и не дающей какого-то видимого преимущества, может быть оправдано с психологической точки зрения. Особенно эффективные жертвы могут быть в тейтноте, когда противники испытывают нехватку времени на обдумывание ходов. Примеры из практических соревнований любого ранга, даже самого высокого, каким является чемпионат страны, показывают, что после подобных стрессов, вызванных неожиданными жертвами, начинаются ошибки. И все же, готовя жертву, нужно самым тщательным образом проверить ее последствия, чтобы самому не оказаться жертвой. Давайте в этом убедимся на примере, который стоит у нас на доске. Белые с поля С3 на Б4 пошли и напали на черную шашку, которая находится на С5. Черные в этом положении закрылись. Белые пошли ДЕ5. Этот ход и входил в планы черных. И здесь они решили провести жертву шашки. Они пошли С5 на Д4. У белых тут два варианта. Можно ударить назад Е5 на С3. И можно ударить шашкой Е3 на Е7. Но в этом случае проигрывается шашка. Вот таким образом. Черные бьют. Белые бьют. И черные выиграют шашку. Значит, этот ход отметается. Возвращаемся, значит, в исходное положение. Значит, белым тогда можно бить только вот таким ходом. То есть, Е5 на С3. Черные именно на этот бой и рассчитывали. И для этого они сделали жертву своей шашки. Они ходят Б6 на А5. Таким образом, намертво связывая оба фланга белых. Но черные просчитались. Они не учли скрытой комбинации белых. И были вынуждены за это поплатиться. Вот смотрим, какая здесь комбинация, которую проводят белые. Они ходят Е3 на Д4. Черные бьют. Белые еще отдают две шашечки. Черные бьют. А4 на Д4. Белые бьют. Черные бьют. Белые бьют. Черные бьют. И вот финал всей этой красивой комбинации. То есть, жертва в этом случае не прошла. Давайте рассмотрим еще один пример, в котором жертва шашек оказалась ошибочной. Вот в данном положении черные решили, что лучшим продолжением будет то, что они пожертвуют две своей шашки. Вот таким образом. Белые бьют. И черные нападают на белых с поля G5. Положение белых очень тяжелое. Но тут на помощь им приходит контрудар. Это то, чего черные не просчитали. Они надеялись тут, ну или может быть на форсированную ничью, или на улучшение своей позиции. Но расчет белых был более дальновидный. Последовало B4 на C5. Черные бьют в дамки. Белые ходят А, B4. Черные бьют. И заключительный очень красивый удар. Белые ходят C5 на B6. Дамка черных бьет на C5. И черные, то есть белые. И белые уничтожают практически все силы противника. Ну как гласит народная мудрость. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Вы можете поддержать канал, став спонсором. Все подробности в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!